И так, друзья, возвращаемся на вторую карту этого Best of 3 противостояния между коллективами Team Slark и Averia. На этот раз Averia, друзья. Будем теперь называть их так, как они по идее и называются. Собственно, вторая карта. Пики уже есть на наших экранах. Собственно, пару слов, наверное, все же про первую. Неплохо отыграна, безусловно, Team Slark'ами. Сделали они хорошие последние два замеса. Банша сделала байбэк. И в итоге после этого, ребята, еще один раз удачно подрались, после чего запушили Йола Пуш. Просто Йола Пуш в трон и победа на первой карте. И вот уже вторая, друзья. Strader 9 канал в эфире. Я напоминаю, для вас комментирую JustFill. Все полезные ссылочки на мои социальные сети будут в конце матча в чатике. Но пока давайте приступать к разбору полетов уже второй карты. Потому что потихоньку мы видим, что ребята пикают. Видим от Eslark в бане, Visp, Лондруид, Спектра и Люкан в пике, Alto, Девайвер, Оракл и Свен. От коллектива Аверия в бане. Death Prophet, Чен, Лина и Герокоптер в пике, Инвокер, Винджиффл Спирит и Сайленсед. Будет довольно обидно, если вторая карта закончится так же быстро, как и первая. Потому что все-таки, наверное, хочется увидеть экшн, друзья. Хочется увидеть три карты, настоящую борьбу. Потому что это действительно матч достойный того. Безусловно, два сильнейших коллектива, я не побоюсь этого слова, на всем турнире. Напоминаю, это квалификации в 14-й Сен-Стар серии. Так вот, сильнейшие коллективы сейчас должны быть просто три карты. Дикий экшн. Ну вот я не знаю, что еще должно происходить, чтобы действительно мы остались довольны. Пока что первая карта нас порадовала. Думаю, вторая достанется все же за Аверией. И, ну, три. Три. Просто три. Три, не меньше. Нас интересуют только три карты. По-другому просто не уйдем отсюда. Ну, и уже видим то, что у нас залетают. Потихонечку третьи эпики, третьи, четвертые эпики. От Тим Сларк, это Найт Сталкер, на четвертый пик от коллектива Аверия. Это Сайленсер. И, друзья, потихонечку мы начинаем видеть то, что уже имеется, судя по всему, у Аверии один мидер, два саппорта, судя по всему. Ну, потому что Сайленсер редко, на самом деле, появляется на корроле. Опять же, не думаю, что ему в этой игре выделят действительно что-то достойное. Поэтому, ну, опять же, только, скорее всего, саппорт. Саппорт на линии, какому-нибудь кэри. Видим то, что от Тим Сларк также имеется уже мидер, оракл саппорт, СВН на кэри, скорее всего, баланар, либо ромящий саппорт, либо хардлайнер. Но, опять же, тут как бы ты в любом случае будешь ромить, что на хардлейне, что на саппорте. Поэтому, ну, наверное, все же стоит как-то сделать, сделать именно ромящим саппортом, потому что тогда у нас будет возможность иметь сильный хардлайн какого-нибудь героя, который, в принципе, воу-воу-воу, появляется в Сомнинайт. Посудим его немножко попозже. Что это такое, господи? Друзья, я надеюсь, вы это видите, потому что... А что это я нажал сейчас? Воу-воу, полегче. Ага, вот такой вот нам предоставила материал Дота. Новый апдейт, друзья, новый апдейт. Веселушки появляются. В общем-то, будет сильный хардлайн, который действительно будет экспится. Будет от него какой-то толк, может быть, даже в лейте. То есть, я не думаю, что просто Найт Сталкер, который оставит свободную линию, там будет фармиться у нас, скорее всего, уже 100% Сайленсер, потому что у Сомнинайт Саппорт. На самом деле, я не совсем понимаю, конечно, задумку, вот что сейчас конкретно хотят предоставить нам Аверия. Будем, блядь, уже на самой карте, либо же по тому, что возьмут на 5-й стод ребят с команды Рейди. Собственно, последняя банна это Дарксир и Урса. Понимаю то, что Тим Сларки, скорее всего, у нас может быть какой-то нестандартный хардлайн. Кстати, я уже один раз видел Омника на хардлайне, поэтому не исключаю появление его и здесь. Я вот на самом деле, может быть, у нас и Винга Кэрри будет. Вот такой расклад тоже вполне вероятен, потому что, ну, часто, часто появляется, будем откровенны, Венжи Фолл Спирит на слайде Кэрри героя. Поэтому я, честно, не удивлюсь, если именно первую позицию занимает Венжи Фолл Спирит. Посмотрим, что у нас сейчас возьмут Тим Сларк. Уже есть Кэрри, есть саппорт и, скорее всего, ромящий саппорт. И нет, я ошибся. Хотя, на самом деле, оба хардлайнера, точнее, оба героя могут отправиться как на хардлайн, так и саппортить. Но я все же надеюсь, что Земелья у нас будет именно хардлайн занимать, а Night Stalker будет же ромящим саппортом. Будет, на самом деле, вот от такого расклада больше пользы. Так, друзья, сейчас я буквально одну секундочку отвлекусь, и мы вернемся к обсуждению того, что у нас имеется по пикам. Собственно, последний слот для коллектива Аверия. И это, насколько я понимаю, у нас будет… Это же кто? Кто появится? Вот такой вот совсем нестандартный пик, когда ты, на самом деле, не понимаешь, кто куда может отправиться. И вот, наверное, это все-таки играет в пользу и на руку Аверии, потому что трудно действительно определить, что стоит пикать, чтобы вот это вот все дело законтрить. И вот в итоге появляется нюкс ассин, все-таки у нас будет фармить, скорее всего, я честно боюсь предположить, скорее всего, Vengeful Spirit, потому что… Ну, подворовывать интеллект, конечно, я на самом деле не знаю, все-таки не осмелюсь как-то на 100% предполагать. Все же здесь может как и Vengeful поформировать, так и сайленс, или вот таки все-таки сайленсер у нас будет карировать, потому что вижу, что у нас уже занимает квиста сайленсера как раз-таки, ну и Хакон. На нюкс ассине Венордец, судя по всему же, на сайте. СТФУ играет в Найнвокере, последний у нас, судя по всему, ванскор на Омни Найте, ну и Эйс на Vengeful Spirit. 10 секунд остается, нам подсказывает Диктор, что уже вот-вот начинается вторая карта. Этого Б-103 противопостояния, я напоминаю, друзья, то, что это квалификации. В 14-й 7-й серии коллектива Team Slark и Аверия, которая состоит из таких игроков, как Квиста, Хакон и кто-то у нас там еще был. Вот, ванскор. Как я мог забыть Ваню? Конечно же, ванскор. Вот те самые Team Slark, которые тоже недавно изменили свой состав. То есть вот такие вот у нас пока что борьба новоиспеченных коллективов. Тем не менее, очень сильные игроки, думаю, вам знакомы, именитые. Так что, вторая карта, друзья, в надежде на третью будем наблюдать за реализацией стратегии обеих команд. Видим то, что уже выдвигаются потихонечку команды. Драться друг с другом, находят ванскор, закатывается Тору. Блок есть, станчик прилетает по Фаглайфу или по кому-то, по ОД, прилетает станчик. В итоге, по-моему, сейчас еще и Эйса могут поймать, но Эйс нет. Выживают в этой ситуации, его тут отпускают, конечно, и только минус один. Забирают в этой ситуации. Да, ванскора, саппорт, ну не так важно, тем не менее. Дополнительные 300 голды Ораклу считайте, плюс достается баунти рунка по ходу хардлайнеру коллектива. Тим Сларк, тут Тору забирает баунти, а вместе с ним 50 и 100. А, 100 голды и 100 эксп. Да, так происходит, прибегает сюда Фаглайф. Ой-ой-ой, Сайленсер получает в лицо Войт. Уходит в этой ситуации, конечно же, потому что нету никого помочь. Забирают Оракл еще один раз. На этот раз Нюкс Ассина, еще и Инвокер, по-моему, хочет подраться один на один с Айви. Ну, Айви сейчас покажет класс, здесь еще и ОД готов юзать свой Астрол через 2 секунды. Наваливает как сильно, поэтому мидеру просто сейчас нереально терпит. Мидер коллектива. Аверия. Ну, и в итоге минус 2, стартует именно с такого счета у нас Тим Сларки. Имеет уже 2 фрага. Фаглайф, естественно, ромит в миде. Не дает он Ван Скору здесь как-то хелповать своему мидеру. И в итоге, размен плюхами, скиллами, просто ее командуют друг друга. Тычкуют. Ну, здесь, слушайте, просто 1х1 драка, просто батл какой-то, на самом деле, между Ван Скором и Фаглайфом. Битва саппортов, вот самая настоящая, здесь разгорается. Ну, а там пока что фармятся все линии, судя по всему. Давайте посмотрим, что у нас, в принципе, по ластхитам. OD 5.5. Так, OD 5.5, собственно, дальше идет у нас Сайленсер, который стоит на легкой линии. Пока что он имеет также 5 крипов. В принципе, здесь Ту Туру не особо составляет конкуренцию, но он получает экспу. А это самое главное для, собственно, Air Spirit. То, что, в принципе, сейчас и нужно. А земелья — это эксп, который он благополучно получает. Еще откидывают камнями. Боже мой, как играет тут Туру в этой ситуации. Просто на волевухе. Так, получает у нас первый от Оракла. Здесь же и OD, OD. Нет, нету Астрала, был заюзан он. Ну, тут просто отгоняется. Инвокер, конечно, не имеет он пока что ни одного ластхита. Качается через квас экзорт пока. Ну, судя по всему, это будет экзортовый инвокер. Видим, то, что есть квас в единичку в единичку. Прячут очередной с инвокера. Сайленсер отдается уже второй раз. А, нет, первый. Первый раз у нас отдался Ваня. Ванскор. Он-то у нас бегает в лесу, пытается, видимо, что-то фармить. Имеется у него аэрон талончик, что самое интересное. Какой-то у нас ромящий. Получается, он не найд, судя по всему. Да, ну пока не самое лучшее начало для коллектива Аверия. 0-3. И, безусловно, сейчас довольно в плохой ситуации находятся рейденты. Но будем надеяться, что их задумка сработает в этой игре. И мы все-таки увидим третью карту этого Best of 3 противостояния. Пока что у нас QQ. Фармить спокойно против Хакона. Ну, Хакон тут тоже довольно-таки неплохо экспится. Имеет третий уровень. Видим, то, что и в принципе у нас такой же уровень имеет почти. Хардлайнер коллектива Тим Сларк. Но у него все немножко получше. Он имеет уже четвертый, почти пятый левел. Везет тебе уже в курьере что-то ОД. Скорее всего, да, бутылка плюс тапок плюс... А, нет, это тапок Тутуру. Просто бутылка. Тапок приедет к Хардлайнеру вместе с Тангусом. Ну и, в принципе, здесь пытается как-то эйс отгонять. Да, ну пока у него это плоховато получается. Все равно экспится Тутуру. Имеет почти топовый левел. Еще и закатываются вейсы, отдают войс. Танчик сразу же от Венжи Фол Спирит в ответку. На Ластворде пытаются как-то стрелять с Глэйвов земелью. Прилетает еще и первый Сайленс по Квисте. В итоге это минус два на линии. Третий фраг в серии для Айви. Ну просто шикарно. 0,5. Пока что играют ребят с коллектива Аверия. Неужели все закончится так дешево? Это, конечно, только начало игры. Но, в принципе, уже прямо сейчас демонстрируют отличную игру. Дайр имеют 5 тысяч. Уже хотел сказать, тысячу преимущества по золоту, плюс тысячу преимущества по опыту. Пока что отличный старт для коллектива. Тим Сларк. 0,5. Напоминает, четвертая минута. Вот и уже начинает потихоньку двигаться по карте Флаг Лайв. Миттон уже... Митт пока что не гангал. Загангал ботом. Там умер у нас Керри. Керри Сайленсер. Находят. Здесь инвокер. Отдается войд. Стас уже первый. ОД не рядом. Но, по-моему, инвокера наезжут он с тапком. Но очень медленный. Будет войд через одну секунду. И просто с третьего добивает. Здесь же Иван Скор может получить очень сильно по кабинету. Но там спасает первый слоу. Ну, хотя бы 0,6, друзья, ситуация по карте. Ну, просто мдея. Действительно. Пока что все очень плохо у бывших продотеров. Очень плохо все у бывших продотеров. Но пытаются. Пытаются пока что драться как-то. Давайте посмотрим у нас, что вообще по графикам. Ну, несмотря ни на что. Тем не менее, Сайленсер более-менее догоняет по Нетворсику. Имеет он 1800. Кстати, отдался он уже два раза. Все же. Бегает у нас Oracle. Что у нас имеет Oracle? Oracle. Оно будет икать в артеске, скорее всего, в варжском вису, чтобы был Vision. Да, есть один вард вот сюда, чтобы видеть спот. Плюс передвижение умнинайта. Ну, и сейчас могут выйти просто никуда, потому что инвокер фармит на хардлейн-точке крипов с фаржом. В принципе, довольно неплохо. Вот, друзья. Тот самый инвокер, которому всегда нужна подкрепа, если он идет через экзорт. Сейчас очень большую ошибку, по-моему, делает мидер коллектива Аверия. Потому что, ну вот, если у вас нету вот какого-то запака в начале игры, который будет доминировать или хотя бы хорошо дефать, то смысл в экзортовом и нокии отращается полностью. Он не квасвексовый, что логично, ваш капитан. И он не может не убивать в начале. Он может там только прикинь, какой-нибудь санстрайк кинуть, фаржами поспамить и все. От него толку просто ноль. Если он не фармит, то все очень и очень плохо. Первый фраг для коллектива Аверия. На магнетайзе пытался как-то залететь с земель. Ой, Факлайв дает в ответочку килл с Войда. Прилетает еще и Кровосток. Сюда получает он санстрайк. Нет, не получает. Были уже Карапаси. Подкоп по Айви. И Айви отправляется в таверну. 2.7. 2.7 пока что убежал отсюда. Безусловно, Найт Сталкер с телепорта. Наверное, даже немножко получше, если бы здесь отдался все же Найт Сталкер. Поэтому... Хотя, на самом-то деле, отдал стрик Оракл. И это очень плохо. Хотя, по идее, уровень больше у Найт Сталкера. Поэтому, ну, кто понимает систему распределения голды за убийство, тот, я думаю, и поймет, в чем смысл вообще того, что здесь могло произойти. Хотя, наверное, за стрик все же больше потеряет Тим Сларк. Поэтому здесь 2.7 все же... Да, потихонечку выравнивают. Потихонечку выравнивают Аверия. Видим то, что уже, в принципе, и более-менее какой-то фарм появляется вменяемый. Хотя, выходит в смоке Найт Сталкер с Айви. Здесь они, скорее всего, никого не найдут. Уже и у Заяца Гриф. Непонятно от кого. Таглайф. Иллюзиями просто агресса все крипы. Таглайф. Нинусармор прилетает. Ну, Таглайфа моментально палят. Очень-очень плохая ситуация, безусловно, для Аверии. Потому что у Сайленсера просто нету фарма. Есть шестой. Я не знаю, что здесь, конечно, можно ему сделать. Как-то пытаться поэкспиться в лесу, может быть. Ну, да. Приходит крипы прям по таверам. Здесь уже можно, в принципе, пофармить более-менее нормально. Там пока что топ напрягает потихонечку Сван. Есть у него готовый доминатор. Тут, в принципе, ему никто не мешает. Так, Таглайф получает кривой подкоп. Ну, что ж ты Хакон промазываешь? Промазывает Хакон подкопом. И в итоге уходит здесь Баламар, безусловно, живым и целым. Там пока что с восьмым уровнем. Свен даже без ГДСа просто спушивает Т1. Без ГДСа падает Т1, да. Клифф в четверку. Вот, на самом деле, здесь Свена было бы неплохо прессовать. Вот как-то выдвигаться именно к ним. Потому что Клифф в четверку. И, в принципе, у него не так уж много армора. Хотя, конкретно сейчас. Так, Ванскор с пассивкой гонится за мидером. Коллективо Тесларк залетает сюда. Земельо дает магнитаз по двоим. Хороший. Сразу же Репел прилетает по Хакону. Выжигается мана. Очень мало маны выжигает. Есть Глобал. Хил пошел по Инвокеру. Все герои просто на лоху попытаются хоть кого-то убить. Наваливает арбой сейчас Аутворл. Никого в итоге не убивает. Бутылка Регеница. Вся команда стоит побитая. А Аверия тоже самое. И с Тим Сларками. Ну, конечно, ситуация хуже именно у Рейдиентов. Хотя, видимо, то что отступают более-менее сейчас Сларки. И, в принципе, отдефали. Отдефали. Это хорошо, безусловно. Героев не потеряли. Вот, в принципе, то, что сейчас и нужно делать ребятам из Аверии. Так, давайте пока посмотрим, что у нас там пока на легкой линии. Видим, что Сайленсер имеет уже готовые ПТ-хи. Также два нультлесмана в зоопаке. Три стика заряженных. Телепортик, если что, есть. Там пока что на топе. Фаглайф. Дает по Хакону. Ну, фаглайф, на самом деле, может идти встрать, если будет сейчас. А Арканкой попытается Никс. То попытаться можно убить. Если еще и подойдет хелпа, то, я думаю, Бланар будет минус. Хотя у него, на самом деле, есть заряженные стики. Плюс статов много. Статов, безусловно, много. Там пока что крипы делают отводы для Сфэна. Их пока что здесь никто не блочит. Должны понимать прямо сейчас Аверия то, что есть доминаторы. И, в принципе, вот в этой ситуации стоит уже более-менее дать блок на спот. Иначе у Сфэна будет колоссальное количество фарма. А это, безусловно, как я и сказал в прошлой карте, один из самых сильных хардкерри. Залетает земель. А есть у него магнетайз, по-моему. Да, выталкивает он двух героев. Есть ультимейт от ОД. Но в итоге два героя уходят на ЛОХП. Еще подхиливают Эйса. Помирает здесь ОД. Тим Сларк гонится к ЮКЮ под ультимейтом. Догонит ли он прямо сейчас инвокера? Нет. Умирает на магнетайзе прямо сейчас. Венжи фолдсприлит. Ван скоро откидывают. Станчик прилетает по инвокеру. Подхил есть. Еще и в ответку. Ластворд летает. Отлично под кулснапом. Нарезают. С Калакать. В итоге Санстайк добьет ли прямо сейчас? Да, добьет Свена. Минус два в размен также на двоих героев. Ну, счет потихонечку выравнивается. Потихонечку выравнивается. И начинают Аверия более-менее уверенно чувствовать себя по карте. Несмотря на то, что в принципе преимущество по-прежнему за Сларками, ребята начинают играть лучше. Ну, не то чтобы играть лучше. Они просто начинают возвращать, скажем так, к себе преимущество по карте. Видимо, то что уже потихонечку графики начинают уходить в ноль. Не прямо уж быстро, но тем не менее. Так. Айви, по-моему, должны были прямо сейчас видеть. Айви. Дается Ластворд. Ну, по-моему, здесь Айви будут забирать. Минус армор есть. Санстрайк. Добьет Айви. Да. Ну, еще и залетает сюда земелья без магнитайза. Через 2 секунды есть глобал. Ну, и спасает прямо сейчас. Хотя умирает Саленсер. Тем не менее, Эйс разменивает. Плюс есть флаглайв рядом. Войд будет через 6 секунд. Пытается драться Эйс. Ну, просто отгоняет своего соперника с этой линии. Вот так вот взял на характере и начал бить Найт Сталкера. И в итоге отпугнул просто тем, что... Найт Сталкер, наверное, подумал, а там сейчас, наверное, подойдет один герой. Я просто умру. И в итоге выживает в этой ситуации Эйс. Бегает в инвизии Хакон. Хакон может подцепить Найт Сталкер. Но, по-моему, что... Найт Сталкер это вроде бы не видел. Там не было сантряков. Да. Просто уходит фармить точку на хардлейне. Уже имеется 8 уровень почти готовый. Потихоньку Сайрон Талоннам забирает крипов на споте возле сложной. Тем временем, что у нас имеют остальные персонажи? Инвойкер, несмотря на то, что довольно сильно потерпел в миде, уже приобрел себе Мидас. Формит потихонечку Лиса с Алакрити, со своим Мидасом. Да. Имеется у него также 900 голды в кармашке. Ну, вот сейчас конкретно уже лучшая у него ситуация. Имеется квас-тройку. Есть также экзорт-четверочку. Думаю, прямо сейчас он будет выходить из какие-то Юлы, скорее всего. Потому что, ну, если через экзорт, то, в принципе, быть другого и не может. Там пока что на ботуме сейчас будет стычка. Хакон без ультимейта. Тут Туру находит. Есть Карапаси. Залетает первый, но Станечка, да, Станечка промахивается. Земля. Приобретает Сибиркану, регенит ману. И, в принципе, вот сейчас есть смысл как-то подпушить Тим Сларком. Опять же, где там Свэм? Свэм у нас фармит Лиса. Есть у него и готовая Яша. Так, свапают. А, и прямо под подкаст. Есть Санстрайк. Фаглайв дает Сайленс по Квисте. Квиста 10 интеллектов уже имеет. Магнитайс работает. Здесь же и ОД. ОД без ультимейта. Нет, у него есть ультимейт. Я вру. Ставится еще один камень. Магнитайс работает. Ультимейт прилетает. Умнинайта в итоге убивает. Еще и Свэм здесь подрубает. ГДС минус 3. На Станечке еще и выживает. В этой ситуации земелья убивают. На воде прямо сейчас еще и Квисту. Это минус 4 от коллектива Тим Сларк. И сейчас будет просто под ГДСом падать Т1 на ботами. Закинули. Закинули файл безусловно. Зря пошли драться. В итоге отдали 1300 голды с лишним. Еще и прямо сейчас упадет Тавер на ботами. Хотя видим то, что не спешат. Не спешат Сларки пушить. Там стоит фуловый Таверок. Опять же, ГДС уже спал. Поэтому особо какого-то потенциала подпушить нет. Безусловно, у Сларков. Топ пока что пушится. Да. Форжами инвокера, в принципе. Он жизнью доволен. Он фармития с Мидасом, с прочим. Имеется у него уже готовый Став оф Визарди. Делает на себе, как я и сказал, юлы. Айрон брейнш он выложил. Да, лес он не спас. Не поставил он елочку. Просто выложил. Можно пойти продать, безусловно, в тайнике. Там пока что QQ. Зафармил инвокер. Имеется у него 1900. Ну, видимо, пытается. Но как-то, наверное, все-таки... Я вот не совсем, конечно, понимаю, что он хочет себя нафармить. Судя по тому, что он держит голду. Может быть, это какая-то монта. Но, опять же, довольно сомнительное решение. Я сейчас, конечно, посмотрю, что он будет в итоге себе собирать. Да, в итоге это все же Саша Яша. Фармил он голду. Не для манты. Потому что там инвокер не через... Не через... Господи, Арчит идет. Плюс, если что, можно... Ну, вообще, идея собирать манту на сегодня такая себе. Поэтому, да. Саша Яша уже готова имеется у Свена. Также скоро будет БКБ, я думаю. Так, ОД ловят. ОД подкапывают. Убивают моментально. Не спасает Айви. Флотс Промис есть. Но в этой ситуации ОД не выживает. Ворует интеллект Сайлис. Ружи 14-й имеется. Падает Т1 на мидле. В размен на Т1 на топе. Грубо говоря, ребята будут сейчас забирать вышку. Имеется уже готовый почти форстап. Да нет, готовый форстап у Квисты. И 14-й интеллекта возвращают, как я и сказал, потихонечку преимущество. Блочится спаун. Нет, не блочится спаун. Это дайровский вард. Вот, кстати, контроль, конечно, здесь с этими сларками полностью преобладает над контролем Авери. Приобретает себе его инвокер. Просто виден весь лес. Поэтому, если что, ребята могут просто выйти в смокганг и вот забрать все, что здесь двигается. Все, что здесь пытается фармить. Но, опять же, я думаю, что прямо уж так наглеть ребята не будут. Как-никак, здесь мощный прокаст от инвокера. Плюс, если что, будет глобал. И можно еще и получить в ответку. Поэтому вот такой вот наглости уже, конечно, ждать не стоит. Опять-таки, весь сейчас должен... Весь фокус должен сконцентрироваться на Свене. Потому что ему нужно фармить по максимуму. Делать прямо сейчас БКБ. Там пока что ОД имеет уже готовый родов Атос. В принципе, довольно-таки неплохо. Там пока что пушится ботом Т1. Как же они прожимают глиф? Кривой глиф от команды Team Slark. И это может быть серьезной ошибкой. А, нет, это... Да-да-да, все правильно. Кривой глиф. Вот, в отличие от Team Slark, конечно, Аверия ставит правильный глиф. Падает Т2 на ботами. Ну, и нужно лететь дефать хотя бы. Нет? Нет, не хотят дефать Аверия. Аверия летят только под Т2. Ну, здесь, конечно, не пойдут дальше разменивать. Сларки в итоге могут поймать прямо сейчас Квисту. Инвокер здесь же. Ой-ой-ой, в смоке. QQ разгоняется потихонечку под ворка. Амьюзайта стану вовремя дается. Гост Волк, тем не менее, есть Дасты. Ну, и здесь, конечно, от Дасты, скорее всего, инвокер. Форстаф, отличный от Сайлесера. Тем не менее, есть первый. Ну, и Сабьютли, да. Магнетайзем добивают инвокера в этой ситуации. Еще один фраг в копилку команды Team Slark. Счет по карте 10-15. Тем не менее, упал Т2 на ботами. В размен только на Т1. Вполне неплохо сейчас отыгрывают Аверия. Не заливают катку, не закидывают ни в коем случае. Потихоньку начинают наращивать преимущество. Видимо, то, что уже, в принципе, и Нетвордс потихоньку начинает подрастать. Так что, я думаю, здесь довольны, наверное, ситуацией. Аверия. Ботом-Т1 падает потихонечку от Сларков. Улетает на базу. СВН даже нет. Все, вот он напушит, в принципе, миддл. Уже имеется БКБ, у него почти готово. Не хватает только дособирать себе рецептик, который уже вот-вот появится. QQ имеет в своем распоряжении так же уже. Я напомню Сашу-Яшу и готовые ПТшки. Так же стихи, ясное дело. Плюс еще ток с топориком. На топ-Т1 сейчас хотят зайти ребята из Аверии. Ванскор с Квистой будут пушить потихоньку. Ну, сейчас Ванскор просто затанчит Крипцов. Уже есть механизм. Есть также Аркана. Летит забирать предметы, чтобы дефать Т1 на ботами. Эйс здесь ничего не видит. Имеет чейнмейл на медальку, насколько я понимаю. Будет себе на кислитомом, судя по всему, он не знает делать Гвардиан Грейвсы. И у Зайца Даркнесс с Найт Сталкером. Ну, как-то... Ага, хотят на Рошана зайти. Ну, здесь, в принципе, Вижн позволяет. Я не думаю то, что... Хотя, в принципе, собираются. Собираются Аверия. Смог будет Ли. Смог разбивается ванскором. И потихонечку выходит. Ребята, из Аверии на Рошана. И Рошан падает очень медленно. Поэтому, скорее всего, здесь успеют Рейдинд и подраться. Ну, половина ХП остается. Прямо сейчас. Ну, прям серьезно так подраться. Ейс, блинку, инвокера. Палит всю ситуацию. Фаглайф. И, ой, хороший подскоп, блинглагер. Ейс, также глобал. Залетает в минус армор. Начинает наглядать головами. Сайлентер. Ворует сразу интеллект. Пытается как-то QQ добить. Рошан от нам сразу прилетает. Метеор. И до файдинг басс забирает. Аегис прилетает сюда. Домагнетайс пытается драться дальше. Ребята, в итоге, умирает один. Умирает второй. Инвокер также отдается Guardian Angels. Слишком поздно от OneScore. В итоге, еще и Хаконт будет в этой ситуации погибать. Блочат, убивают. Отлично. Не добили Свена. Отдали Аегис. В итоге, вайп от коллектива Team Slark. Приобретает себе БКВ QQ. И, ну, сейчас просто, я не знаю, там. Можно пойти сломать Т2. Можно сломать даже Т3, если захотят. Так, прямо сейчас Аверия. Так. Заходит. Заходит на Т2 потихонечку. Ну, там уже все герои снулись. Плюс спал ГДС у Свена. Имеется медалька готовая о Венжи Фолд Спирит. И вот уже сейчас, да. Потихонечку графики будут лететь, наверное, все же в пользу Team Slark. Хотя, слушайте, на самом деле не особо. Не особо. Видим то, что отыграли, безусловно, Аверия. То, что, в принципе, не успели сильно как-то просесть по голде Экспе. Хотя, Экспа нет. Ошибаюсь. Экспа тут просто на уровне 10 тысяч. Появляется готовая Мека у Эр Спирита. Ой-ой, прям в лесу сейчас будут ловить кого-то. Вижен-то есть. Залетает. Даркнесс есть. Камень не попадает ни по кому. В итоге залетает по Квисте. Ставп от Рим. Что же ты делаешь, Свен? В итоге сейвит Юл Инвокера. Но, тем не менее, она резает. Просто склевая. Минус 3 сразу же. Инвокер уходит на лоу ХП. Гуд гейм. Пишет Квиста. Неужели это будет вторая игра в пользу? Тим Сларк. Неужели? Гуд гейм. Вайл плей. Тим Сларк проходит дальше. В одну восьмую, если не ошибаюсь. Или в одну четвертую. Бог его знает. Ну, в общем, друзья, это 2-0. Или фейк. Неужели фейк ГГ? Фейк ГГ, судя по всему. Да, это фейк ГГ. Слушайте, не проходит пока что Тим Сларк и никуда. Не проходит. Но тем не менее, по графику они сейчас, наверное, вырвались очень как вперед. Ну, по ХП точно. 12 тысяч уже имеется. Да, фейк пишет OneScore. Не будут пока что сдаваться. Аверия будут драться дальше. Не допустят они 2-0 пока что на карте. И, в принципе, в игре. Так, потихонечку. Потом падает под мастиком крипов. Но здесь Свен потихонечку отдефает. Фейк ГГ, Валплеет. И что же? Что же, Свен? Вот ключевой персонаж, которого не забанили. Которого не забанили. Он вновь разрывает всем кабинеты. Приобретает себе Блиндаггер также и Саглайф. Аегис попадает через 2 минуты. Блиндаггер также имеется у Свена. Ну вот я сейчас не знаю, конечно, что с этим Свеном будет делать. Какие-то вряд ли алебарды, потому что там уже есть БКБ. Ну, этого Свена просто нечем контролить. Нечем контролить здесь Свена. Абсолютно ему давали прифарм. Как-то там пытались на ботами драться с какими-то хардлайнерами. Зачем этого вообще? Спирита фокусили. Я вот честно не понимаю. И вот сейчас, конечно, за счет этого проигрывают. Проигрывают Аверия. Аверия. Ну что, какие дальнейшие действия будут от Аверии? Ну, пока что фармят. Фармят абсолютно все. Пытаются как-то даже засплетить топ. Да, с фаржами, с нюксасином потихонечку. Падает топ. Ботом тем временем сплитит, ребята, из Тимсларк. Да, ну будет размен Т2 от Т2, скорее всего. Но тут, наверное, успеют еще прийти. Хотя Хакон получает тычки от Авера. Что ж такое? Получает Хакон тычки от Авера и падает потихонечку Т2. Что с той, что с другой стороны. В принципе, остается по последнему Таверу у каждой из команд. Летят на базу обратно. Инвокер. Сейчас, скорее всего, полетит. Тоже на базу. Здесь уже готовы пушить Тимсларки. Нужны телепорты прямо сейчас. QQ подрубает ГДС. Начинает нарезать. Ой-ой, залетает. Хакон дает хороший моно-воид. Нет, кто там у него. Моно-берн. Нужен еще один моно-берн. Разбивается смок. Сразу же это все дело палит Тимсларки. Инвокер под репелом. Находит Айви. Ну и весь проказ. Просто по двоим залетает. Что ж ты делаешь, ты мидер? ОД. В итоге отдается еще и Хакон. Это минус два. Под глобалом. Тут Туру находят. Могут сейчас убить. Прямо под инвокера катится сюда Туру. Блин, конечно, сейчас зарешал. В итоге Хардлайнер погибает. Это минус три. И неужели задефают? Задефали. Сфена отпустили. Ну, тут, конечно, ошибка в том, что сразу потрачен ГДС. 2800 на руке. Сейчас, скорее всего, будут криты. Но, тем не менее, ребята из Авери еще живут. Еще дышат. Еще дефают. Фейк ГГ. Хоть и был, но, тем не менее. Ребята, может быть, на Дизморале, но все же пытаются еще играть. И видно то, что ребята стараются как-то. Приобретаются даже предметы. Есть уже форстав у Нюксасина. Нужно сейчас просто готовиться дефать всем коллективам. Потому что по-другому здесь просто никак. Сейчас Тимсларки будут идти давить постоянно. У инвокера Аганим будет через каких-то всего лишь 1400 золота. Даже 1300. И вот после появления Аганима он, конечно, будет кастовать не в шутку. Так, отправляет Форжика. Разведывать вражеский лес. Тут уже фармит Таглайф и Айви. На ботами. Outworld. Арбой потихонечку пушит. Ой-ой-ой, Хакон находит Свена. Ну тут, скорее всего, даже через Санстрак. Если пойти, все равно не погибнет Свен. Хотя вроде бы инвокер где-то рядом бегает. Хочет он себе нафармить все-таки готовый уже Аганим Сцептер. Потому что без него будет нереально сложно. Нужно будет прокаст. Если вот сейчас инвокер один раз отдаться, то не будет Аганима. И придется очень много времени тратить, чтобы дофармить его. А это, безусловно, все в плюс для команды Тим Сларк будет идти. И там Свен, видимо, уже имеет 4200. Можно сейчас просто в Йола пойти, взять себе какой-нибудь муншард и тупо идти нарезать просто своим Тим Сларковым мечом. Появляется, тем не менее, Гвардин Грифс и уже потихонечку Омника. Ван Скорн наконец-то их дофармил. Что там у нас имеется? Таглаев с Гиемом. Уже с готовым Гиемом бегает Баланар. Баланар, тут какие-то пинги пошли непонятные. Рисуют, ребята, что по карте. И, ну, я жду все же выхода. Сейчас, скорее всего, будет Рошан, и уже после него будут заходить. Тим Сларки на рампу. Типаут делает на Рошане. Спирит. До Рошана остается 2 минуты 30 секунд. Но начинает почему-то двигаться Аверия. Да, ну, пытается когда-то этого Рошана накружить. Есть у Найсталкера Аганим. И мы сейчас с получением 16 уровня. Ночек будет просто 24 на 7. Даркнесса будет ввязаться просто по КД, который очень маленький. Коревой Сарис дает таглайв. Таглайв пытался поймать как-то инвокера, но здесь нет возможности вообще никакой цепануть Винардеса, который... СТФУ, по идее. Ну, 2700 имеется. Уже почти готовый... Да, уже готовый Аганим Септер имеется. Одного крипа добить. Да, все, это Аганим. Там пока что у нас бегает по-прежнему Баланар, пытается кого-то цепануть, но никого он здесь не найдет. Хотя, смотрите, инвокера. Инвокера вы можете найти прямо сейчас. Инвокер. Инвокер дает стаж за Сайленс Войт и блинкаутится. Здесь подбежал Хакон, поэтому в этой ситуации, конечно, инвокер остается живой. Так, ну инвокер кастует сразу же. Санстрайк, метеорит. Сейчас будет заход на Рошана, скорее всего, потому что он, по идее, уже должен появляться. Две минуты почти прошли. Тим Сларки. Тим Сларки. Что у нас по СВ, ну СВ имеет 4500. Закупил он себе рецепт на Сатаник. Ну, слушайте, с Сатаником-то я, вот честно, не знаю, как его собираются убивать. Может быть, там через какой-то... Нет, ну ЕМП вряд ли, потому что ему выжигать ману тупо бессмысленно. Он и так нарежет всех с руки. Хотя, в принципе, если так подумать, то не будет у него ни на Варкрай, ни на Станчик. И, в принципе, если раскатить, то можно заюзать. Но печально то, что у Сатаника нету Монокоста. Так, QQ потихонечку ботом подпушит. Там уже не стоит и ты, поэтому, скорее всего, это будет основная цель прямо сейчас тест Ларков. В принципе, до Рошана осталось совсем немного. Меньше 15 секунд где-то уже, насколько я понимаю. Где-то полминуты. Нет, меньше, да-да-да, меньше 15 секунд. И будет уже заход в Рошпит. Кидается на Сатанстрайк. Инвокер кривой пока что не видно никого. Так, они потихоньку уже выдвигаются Аверия. Что-то пытаются найти они в своем лесу. Но они здесь ничего не найдут. Найдут только то, что уже заходят на Рошана коллектив Team Slark. Нарезают QQ просто моментально. Ну, тут Рошан упадет просто. Думаю, меньше минут пройдет. Там и аура, и вообще все что-то угодно. Сатанстрайк прилетает, ситуацию парят. Но никого просто рядом нету. Идти драться на Рошане нереально. Тем более мы видели вообще прошлый вообще файт Аверии в Рошпите. Он закончился полнейшим разгромом. Неудачей и провалом. Поэтому смысла идти туда вновь особого нету. Одэ забирает Эггис. Хотя бы не СВН уже хорошо. Но тем не менее, Одэ тоже сверхсилен. Поэтому так. У нас пока что видят на ботами кого. Он не на это видели, но не убили. Потому что он сделал паут вовремя. И в итоге выживает он в этой ситуации. Там пока что Сайленсер пушит топ. Есть у него годовый ультимейтор, скорее всего, на Хекс. Но там опять какие-то бэкбэхи есть. Есть бэкбэхи. Ну и заходят по ботаму. По ботаму Тим Сларки. Будет какая-то, наверное, попытка разменяться, наверное, все же в топ от Аверии. Но, честно, совсем сомнительно это все дело. Хотя тэпауты. Тэпауты делают Тим Сларки. Обе команды побоялись, что сейчас будет просто какой-то дикий сплит-пуш. И в итоге и Тесларк, и Аверия улетают на свои базы. Да, потихонечку доходится ботам. Также у нас там топ пока. Да, Зимеля, кстати, у нас имеет тоже Гвардиан Грейвсы. Имеет также урну в своем распоряжении. Давайте глянем, кстати, на Таглайф, который имеет по-прежнему Аганим. Ну, Блинг Даггер плюс имеется 3000 золота в кармашке. Можно задуматься о каком-нибудь Лотус Орбе, в принципе, на Свена. И тогда, я вот не знаю, уже честно, его вряд ли чем-то можно будет убить. И, скорее всего, это будет гудгейм. Потому что и БК Бэхи, и Сатальники, еще и Лотус Орб. Если подойдет, то там вообще будет дикая дичь, которую, ну, просто никак нельзя будет пробить. Плюс, даже если вы пробьете, то она еще и отожрется на вас самих. Плюс, конечно, Комбинеты раскрошат почти моментально. Так, ну, летает пока что Спирит здесь, Росспирит кастует свои Гвардиан Грейсы. Дальше у нас что? Ну, Девавер на самом-то деле не так уж много имеет. Блинг Даггер, БК Б, Родов Атас, 3 слота. Ну, грубо говоря, 2 здесь, конечно, если не считывать Блинг Даггера. Можно, конечно, сейчас забить что-то под Телепорт. Возможно, тоже какой-то Хекс, потому что здесь БК Бшек я вообще не вижу. Ни у Винги, ни у Сайленсера, вообще ни у кого БК Б нету. И, в принципе, здесь кастует очень неплохо ОД. Даже вот, учитывая то, что... Так, а даже учитывая то, что... Так, я вообще сбился с мыслей. Ладно, в общем, я пока зачитал с чатик с вашим Фейк ГГ, то забыл эту тему, про которую рассказывал. В общем-то, БК Б нет и, в принципе, хорошего для ОД. Он себя чувствует сверхкомфортно. Сейчас можно сделать себе какой-нибудь Хекс и все будут довольны. Приезжает полноценный Дейдалус. Вот теперь это нарезающая машина, которая убивает всех и вся... Ой-ой-ой, я думаю, уже промажут прямо сейчас Синвокер. Темнение попадает. Улетает с телепорта Фаглайф. И успеют ли его убить? Да, успевают. Сайленсер получает 20-й интеллект. Дополнительная двойка имты в копилку Сайленсера. Ну и прямо сейчас нужно делать тэп-ауты, потому что Свен моментально отследит барак и готов ГДС-ик с Айегисом. Ребята будут сейчас просто сносить до конца, скорее всего, тэп-ауты пошли. Отходят, почему-то отступают Тим Сларки. Вот зачем? Почему? Видимо, боятся, что нету Даркнесса, нету гема, который ребята потеряли. И вот сейчас уже Найсталкер задумался о БКБ. Сам не Латус Орб, но тем не менее БКБ. Вот будет какой-то уже иммун, безусловно, у него. Там пока что потихоньку падает мид. Ну вот знаете, не стараются как-то активничать обе команды. Появляется Хекс у Сайленсера, разбивается Смок без Айегиса с Свен, поэтому его можно просто моментально сбрить и пойти пушить. Опять же, там, конечно, раздаст вот эту АД, потому что у него есть Айегис по-прежнему. Пропаст он не совсем скоро. Так что, ну не знаю, какой-то провальный Смок Ганг, потусовались в миде и, в принципе, отступили. Обратно в свой рейд, где по-прежнему стоит Овер, много Вижена. Но уж слишком много Вижена. Там Хакон по кулдауну просто бегает в своем... Инвизием. Вендетка по кулдауну юзается, ну, в принципе, почти третьего уровня. Линза имеется также, выдвигается пока что в ответке в Смок Тим Сларки. Пока что это у них получается намного лучше. Тут просто идут дикие малевки по карте. По-моему, спалился Смок сейчас Винга. Ее сразу же Родофата залетает с Веной. Нужно отступать, ну прямо сейчас хороший подкоп по Троим. Санстрайк юзается, Глобал есть. Дефендинг Бласт, БКВ моментально прижимается Олдворд Девайвером. Дирепел, хорошо, сейвят. Залетает сюда Тутурус, вапует, отлично, вон скоро сейвят. Эйс дает станчик по Фаглайфу, взлетает сюда также и Торнадо. В БКБ на Свен нарезает, потихоньку юзает ультимейт. Есть у него Варкрайс, сан через 9 секунд будет у Кэри коллектива. Тим Сларк, подкоп отличный, сзади Фаглайф вовремя спасает Карапаси. Ой-ой, QQ получает ультимейт. Есть от Уолд Девайвера, есть Фоллс Промисс. Хидит просто по максимуму Свена и кайтит, кайтит прямо сейчас. Ребята из Аверии не могут упасть в бараке, потому что и бэкдор, и тупо нечем, нечем убивать героев. Как же они кайтят, и сейчас нужно хоть какое-то Торнадо, вообще хоть что-то, что-то убивать. В итоге ловят Аутуорлда, Санстрайк, Дефендинг Бласт, еще что-то. Где помощь, где помощь от команды, там пока что нарезает Свен, даже без ГДС. Залетает сюда, тут Тору, есть у него, по-моему, магнетайз, нету магнетайза. В итоге погибает в этой ситуации Алт Уолд Девайвер даже с Айегисом. QQ очень мало ХП, мало маны. Даблкил уже от коллектива Аверия нарезает. Просто как же Свен нарезает, тут еще и есть Сатаник, в итоге отрегенивается на инвокере. Два в три пока что, там пока что он не знает, убивает Оракла. Отличный подход по Свену, но, по-моему, сейчас просто в ответку убьет. Есть Атос, Хекс, Юзайц, Ласт Ворд, но, по-моему, здесь QQ не отпустят. БКБ-шка, ТП нету, погоня дальше, пытается подсловить как-то здесь Хакон. Есть подкоп через... Да, есть подкоп. БКБ, еще один Атос, здесь же и Тутуру, его нужно убить прямо сейчас. Глобал нет, дается Ласт Ворд, Грифсы сейвят. Подкопчик, Тутуру, Тутуру убивает, это минус четыре. Это минус четыре от коллектива Аверия, неужели фейк ГГ было зря? Неужели, реально, они зря ГГ писали? Вот они сейчас могут очень сильно перевернуть. Квиста имеет 26 интеллекта, да, не так много, но, тем не менее, они уже потихоньку переворачивают. ТП-шки пошли, здесь Айви, наваливает, как же сильно наваливает Глэйвами здесь прямо сейчас. Квиста не спасает даже Фоллспромис, ой-ой, там, по-моему, сейчас остал Астрал, неужели засейвит Айви? Один Глэйв, нет, не спасает Айви. Астрал, QQ сзади, есть Глобал в ответку, БКБ прожимается, Свен без БКБ, 9 секунд, у него нету Блокинг Бара. Где инвокер, где все, свап от Эйса, ультимейт прожимает, пытается нарезать, Свен убивает прямо сейчас в ингу. Также здесь и Квиста, Квиста просто как бота, дается Бионг, годлайк у Свена, какой же очевидный фит, ну что это такое? Ван Скор пытается под репелом как-то убежать, инвокер по-прежнему не рядом с командой. БКБ будет прямо сейчас у Свена, нужно кастовать что-то, чтобы сейвить тиммейт или хотя бы убивать. Фаглайф, есть Айсволл, и все, упал ГДС, нужно драться прямо сейчас, где хоть кто-то, помощь, Хакону, драться. Нет, ноль, ноль, ноль драки, просто ноль драки от инвокера и Хакона. На самом деле, наверное, зря все-таки я говорил, что нужно подраться, нет. Отступить, задефать, отдать как можно меньшее количество героев и просто стоять в базу, дефать по максимуму, это я уже, наверное, все-таки на экшене, на адреналине, драйве пытаюсь уже, хочу видеть больше, больше драк, интересных каких-то событий. Но тем не менее, не отдали инвокера, не отдали также Омнинайт, который еле-еле убежал от бедного Свена, который сделал даблкил прелестный просто. Не знаю, почему Квиста даже не сражался за то, чтобы выжить в этой ситуации. Но тем не менее, все в итоге ушли, база стоит целая, абсолютно только ТТ-3 упал, и, конечно, минус Т3 особо не зарешает в этой игре, потому что тут, конечно, Сайлистер нарезает. Видим то, что по-прежнему преимущество за коллективом Тесларк, ведут они 10 тысяч, почти 12 вели, но преимущество спало, 20 тысяч преимущество по экспириенсу за Тим Сларками по-прежнему. Ну и несмотря на то, что ребята ведут по-прежнему, по-прежнему Аверия дефает, Аверия дерется со всех сил, пытаются по максимуму эту игру завести себе в копилку. И пока получается, пока получается, они дефают. Думаю, до следующего Рошана будет все это дело длиться. Есть Санстрайк по Рошпиту. Пока что никто не спешит забирать следующий Айгис. Там уже есть Сыр, поэтому следующий файт там будет уже посерьезнее. Так, ну и что? Кидается камнями здесь Сирр Спирит. Тут туру. По-прежнему, кстати, ничего не имеют. Есть у него Плэйт Мэйл, может быть, тоже хочет выйти в себя какой-нибудь Лотос Орб, может быть, Кирасу. Ну, вряд ли, конечно, Кирасу, наверное, все же именно Лотос Орб. Конкретно я к нему склоняюсь. Ну, максимум Шива какая-нибудь, чтобы там залетать, давать. Но, опять же, ее может собрать ИОД. Есть, кстати, Мистик Скаф, который, скорее всего, превратится в дальнейшем в Хекс. Гем очередной от Сталкера. Фармится Мидл потихонечку. Так, ну, иллюзии сбриваются, ясное дело. Да, ну... Падает Рошан, не успеет здесь как-то подраться Аверия. Забирает его ОД, юзается Даркнесс. Попытка как-то погнаться, наверное, все же за Т2. Сбивается Вардецкий на гейме. Ну, и вот этот Вардецкий немножко остановил наступление Тим Сларков, которые сейчас могли просто разбить все и вся, все кабинеты. Есть БКБ у Инвокера. Уже хорошо появляются БКБшки. Потихоньку это очень радует, то, что все же резист будет. Умни-Найт почти имеет в своем распоряжении в своем распоряжении улучшенный ультимейт с Аганимом. Вот, на самом деле, Умни-Найт здесь многое можно решать. Если он будет живой, то, безусловно... Безусловно... Господи, я опять сбиваю смысл. В общем-то, если Умни-Найт будет живой в этой ситуации, если у него будет Аганим, то он будет... Просто сейвит всех от Свена, и... В принципе, это и может сделать камбэк Израиль. Потому что у Свена новых слотов не появляется. Остается только заменить какой-нибудь Блинк Даггер и максимум Сашу Яшу. Забрать себе, наверное, какой-нибудь Муншард. И, в принципе, на этом все. Давайте, кстати, посмотрим, у кого Сыр имеется. Сыр у нас имеется до Оракла. Тут фармит Роскелес ОДМ потихонечку. Ну, зажались на базе конкретно Аверия. Тут уже, конечно, они, наверное, теряют нереально много голды. Да, 15 тысяч преимущества. И 20 тысяч по Экспириенсу также, которое было и до этого. Хотя это, наверное, уже будет 25 в скором времени. Так. Свен имеет тревел тапки. Да, ну, переводил он себе обычный ПТ в телепорта. В принципе. Тоже еще один слот, который можно заменить. И он его заменяет в данный момент. Видите, там Курьер уже потихоньку. Разбивается смок. И, похоже, очная попытка выйти от Тим Сларков. Там пока что на ботаме. Давайте посмотрим, что имеется. Тоже кучкуется вся команда. Вот это сейчас может сыграть, на самом деле, с ними злую шутку. Остается последний Т2 Тайвер. Не знаю, будут ли они за него драться. Скорее всего, нет. В смоке. Сейчас никого не видно. Заходят на свою базу Аверия. И будут там депать. Потому что... Ну да, смок просто спадает. Форжи идут депать топ. И сейчас можно понимать. Есть Аганим. Есть Аганим. У Вани отлично. Нужно уже потихонечку задумываться о том, что пора бы подраться. Топ Т2, конечно, дадут. Но вот сейчас, когда будет пытка зайти на Т3, скорее всего, должны. Должны дефать Радиенты с Гвардиан Энджелом. В принципе, это будет довольно-таки простой задачей. Опять же, если не подставятся. Если подставятся под Станцвена, либо какой-то прокаст, то все. Это, считайте, гуд гейм. Потому что по байбекам у нас все довольно-таки скудно. Байбек у Сайенсера, байбек у Инвокера и Ньюкс Ассина. В принципе, по корам все есть. Но вообще... Вообще не идеально. Пропадает Аегис. Уже в скором времени привозит себе готовый Хекс ОД. И будет ли сейчас заход на... Будет ли сейчас заход на Т3? Ну, как-то не спешат, честно, Тим Сларки. Вот, когда спадет Аегис, будет зайти еще сложнее. Да, варкара очередной. Нет, не заходят. Боятся. Боятся Тим Сларки. Понимаю то, что там и Глоббулы, там есть и Гвардиан Энджелы. Кстати, на самом деле, очень мало Гвардиан Энджелов я видел, в принципе, за эту игру. СВ. 4.800 в кармане. Ну, есть. Есть уже Гиперстоун. Остается последний... Последний только Сашу Яшу заменить. Ну, вряд ли Велиндайкер, конечно, будет QQ продавать в этой ситуации. Но, в принципе, можно. Муншардик уже скушал. Есть 6 слотов. Так, Фаглайф ловит кривой подкоп. Свен, здесь же. Весь просто прокаст в одного. Только Хакона еще и могу помять эйсы. Господи, как же они подставились. Какой провал. Байбэк есть у Хакона. Без байбэка. Ой, Фаглайф ловит. Ластворд. Залетает прокаст. Тут инвокер. Не попадает по СВ. Ну, БКБ юзается. Айхекс пропадает через пару секунд уже вот-вот. Байбэка, это Санюкс Ассинный. Просто отступает вся команда. Хотя по QQ заходит прокаст. Есть Моноберн. Фаглайф здесь же. Ластвордиком набаливают глэйвами. Есть Гвардиан Анжел. Пытаются как-то убить. Да, убивают Хакона. Тем не менее, погибает также и Земеля. Убивают Оракла. Ответка ультимейт от ОД. Глобал юзается квистой. Инвокер сзади. Его оставляют одного. Есть Хекс по нему. Станчик будет прямо сейчас. Есть также и Войт. Это минус 4. Есть байбэк у Инвокера. Нету байбэка у... ОД, господи. Нету байбэка у Умни Найта. Есть Винга. Она уже появилась. Топ бут, скорее всего, отдавать. Байбэк от Инвокера. Нету Глобала. Нету... Нет, есть Хекс. Есть... И слушайте, неужели от Дэв? От Дэв, действительно. Неужели действительно от Дэв? Ребят, я не предвзят. Я просто хочу увидеть 3 карты. Я не болею ни за какую команду. Мне просто интересно увидеть действительно 3 карты интересные, захватывающие доты. Потому что это сильнейшие команды на турнире, на этих квалификациях. И будет довольно обидно, если одна из них вылетит со счетом 0-2. Я думаю, вы со мной согласитесь. Силенсер приобретает себе готовую Шиву. Уже имеется у него текст Шива. Башер приобретает себе Свен. Вот только не совсем понятно, куда он его себе положит. Есть также у земели Lotus Orb, про которую я говорил раньше. Да, приобретает себе Abyssal Sven, продает Сашу Яшу. Ну, в принципе, как и ожидалось, заменяет именно Сию. Так, очередной Смог. Ну, Тим Слав действительно боятся как-то. Даже с Эгисом и кучей БКБ, они действительно не хотят заходить почему-то. Смог. Вот каждый из команд... Ой, сейчас будет... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как они расходятся-то, а? Как они расходятся. Никого не находят. И, по-моему, сейчас зайдут сзади. Аверия. Сзади заходят своих соперников. Спалили. Нет, не спалили пока что Смог. Что вообще происходит на карте? Что происходит на этой карте? Господи, какой роф. А в итоге сзади заходят QQ, видят станчик должен быть. Минус армор. Есть Хекс. Подкопали. Убивают. QQ. Есть Last Promise. False Promise. БКБшки моментально. QQ подрубает ГДСик. Должен ли он погибать? Погибать? Нет. В итоге очень много ХП. Резает он себе все сатаником. OneScore. Guardian Angel есть. Погибает Винга. Погибает Земеля. Есть проказ Тоттенвокера. Убивает сразу, по-моему, двоих. Фаглайв. Очень мало ХП, очень мало маны. Пытаются его как-то зарезать сзади. По-прежнему с готовым убийством погибает. Свен у него есть. Байбэк убивают здесь. Также и Night Stalker. Минус пять от коллектива Аверия. Как же они зашли сзади. Господи. Это трипл килл под Сайленсера. И сейчас будет просто ЙОЛО ПУШ. Есть четыре. Даже три байбэка от коллектива TeamSlarke. Но, тем не менее, это вайп. И просто итоги боя. Боже мой. Десять тысяч. Десять тысяч. Отыграют прямо сейчас. Какой же трэш происходит на этой карте. О май гад. Неужели нас ожидает третья карта? Еще рано, конечно, это говорить. Но, тем не менее. Тем не менее. С фейк ГГ Аверия дефают каким-то образом. Заходят потихонечку в миддл. Есть три байбэка, я напоминаю. Свен. Свен с байбэком. Да, падает потихонечку Т3. Реслется уже в Оракул. 44 секунды не будет Свена. Байбэк от СОД. Байбэк от СОВН. Развели на байбэке. Нужно уходить прямо сейчас. Залетает прокаст в никого. Свен сзади. Станчик. Ой-ой-ой. Как плохо. Как плохо. Нету байбэка. Нету байбэка. Есть репел. Неужели уйдет? Пожалуйста. Квиста. Уходи. Да, есть. Уходит Квиста. Улетает с телепорта. Омни Найт. Ван Скор. Ой-ой-ой. Срезают Сайленсер. Есть у него байбэк. Ван Скор. Спрятали в астрал, оказывается. Ван Скор в этой ситуации, скорее всего, не уйдет. Два минуса. Тем не менее, развели на байбэке. Но это, на самом деле, даже назвать разводом. Не знаю. Не хочется назвать разводом. Абсолютно. Потому что отдали двух героев. Причем один из них Кор. Блинк есть. Появляется у Сайленсера. Очень вовремя, конечно. Очень вовремя появляется Блинк Лагер. Но, тем не менее, он есть. 51 минуты игры, друзья. 27.37. Ситуация по карте следующая. С 25 тысяч до 15 сбросили Авериада. И дальше идут на спад по XP. То же самое. Друзья, успокоительное мне уже не поможет в этой игре. Серьезно. Потому что здесь происходит просто дичайший трэш. Нет. У меня просто нету слов больше. Это действительно происходит дикий экшен. Я, честно, не смелюсь предположить, кто в этой игре все же выиграет. Поэтому я буду дальше так, не знаю, неистово кричать. Потому что, ну, действительно, это красиво. Это экшеново. И это тот матч, который я ожидал. Даже если сейчас Team Slark'и выиграют, я все равно останусь доволен. Потому что это действительно борьба. Это красивая, красивая игра, безусловно, с ошибками, безусловно. Есть к чему придраться, но, тем не менее, это действительно красивая игра, за которой приятно наблюдать. Выдвигаются на ботом Team Slark'и с Aegis'ом с сыром. Продал Blinkdagger Sven. Есть у него Aegis. Поэтому будет сейчас сверхсложно его зафокусить. Но, тем не менее, без Aegis'а ОД есть у него сыр. В смаке заходят Team Slark'и. Похоже, это будет либо смог последней надежды. Ну, вряд ли смог последней надежды, потому что там, конечно, байбеки еще не все, по-моему, проюзали. Да и не надежды, это совсем. Это вот смог последней попытки, наверное. Потому что, если сейчас с Aegis'ом, с сыром, с кучей айтемов у Свена ребята не зайдут на хг, то эта игра 100% проиграна. Должно произойти какое-то чудо. Я не знаю, там 6 трапир. Абсолютно, я не знаю, там, у каждого должен быть муншар, там, по хексу, по-прочему. Blinkdagger, оказывается, отдал земелье. Свен. Есть телепорты также у ОД. И что же ОД? ОД на ПТ-шке валяются у него в стэшке. В момента я, точнее. Телепорты в стэше. Так, ну, фарглайф готовы уже будут прямо сейчас вторые телепорта. Приобретает себе диффузалы Night Stalker. Вот это уже интересно. Будет сбивать Repel и Guardian Angel. Заходят по миду. Все три линии отпушены, спушены, подпушены. Поэтому можно спокойно заходить прямо сейчас с Ларком. Забиты, просто зажаты на базе прямо сейчас. Аверия, нету байбэка у инвокера 3 секунды. Сейчас байбэк появляется. И вот это уже вот серьезная заявочка на длинный-предлинный файт. Но по-прежнему боятся Сларки. Они реально боятся. Линии запушены. Сейчас просто Aegis будет стоять 6 минут. Он упадет. И на этом закончатся попытки Тим Сларк выиграть вторую карту. Потому что там уже смело пойдут и запушат, скорее всего, Аверия. Потому что они себе это тупо могут позволить. Какая-то действительно терпидота терпильная до невозможности терпят даже те, кто по идее лидирует. Вот это вот быть вообще не должно. Ноль инициаций, ноль попыток. Приобретает еще один ген Свен. Кучу вардов. Вообще непонятно зачем. Видимо будет сейчас бегать там... Выложит какой-нибудь тапок. Будет бегать ставить варды, наверное. Куриль это все дело лежит. Вот я не знаю. Они будто сидят в 20-й минуте. Они реально тупо ставят Вижен на вражеской половине и не могут зайти. Абсолютно не могут зайти. Будут чего-то бояться. Может сейчас, конечно, пойдет сплит по трем линиям. Но опять же, тут просто всех героев зафокусить по одному. Не составит никакого труда. Айгис пропадает через 2 минуты. И как только он пропадет, это будет моментальная реакция от Аверии. Я вот не знаю, что после этого будет, конечно, происходить. Делать себе рефрешил с Алисер. Не хватает. Не хватает у него пока что на полноценный рефреш. Потому что не будет байбека. Стоит это учитывать. Но опять же, здесь стоит выбирать либо рефрешер, либо байбек. 55-я минута игры, друзья. Как же все сильно затягивается. Как же просто нереально долго длится эта игра. Преимущество по-прежнему 15к за команду Тим Сларк. 25 по экспириенсу. Ну вот серьезно, не совсем понятно, на что они рассчитывают. Бегают в своем лесу. Ну вот зачем мы нечестно забирали Аегис, я не понимаю. Сейчас просто вернет себе Блиндайгер Свен. И будет то же самое, что было пару минут назад. Тупо будет идти и как-то пушить линии. И не заходить на хайграунд. Тим Сларк. Да, вот хорошо характеризуют комментарии один. Сларки хотят заовнить, закинуть и затерпеть. Вот примерно этим они сейчас и занимаются. Слишком долго тянут. Нельзя такого делать. Потому что сейчас Аверия просто не простят. Фармит уже почти готовый рефрешер. Прямо сейчас сайленсер. Избыток 1200. Не хватает совсем немного. И вот как только будет рефрешер, там будет такой дикий закидон, что просто нереально. Три линии отпушены. Тем не менее топ попытка. Ну что это такое? Ну серьезно. Они попушили топ и вернулись обратно на какой-то мид. Аэгис пропадает. Все, нету Аэгиса. Земель я должен давать прямо сейчас блинкдайгер. Да, он это и делает. Собственно, отдает Слену его блинк. И все. Они отходят фармить лес соперника. Больше ничего не происходит. Слен вообще летит на базу. Или куда? Он летит бот пушить. Господи, какой ужас творится на этой карте. Есть у всех байбеки. Просто все уже успело откатиться. Я не знаю. Вот, наверное, теплоты от моего стула сейчас хватит, чтобы обогреть, я не знаю, там, Антарктиду, чтобы там, не знаю, было плюс 100. Потому что у меня, честно, горит уже. Я не знаю. Мне кажется, вот сейчас будет просто 100 минут, 100 минут от этого терпения бессмысленного, беспощадного. Тут нужно либо идти Аверии заливать, либо терпеть обеим командам. Потому что не хотят зайти вообще к тем Сларке. Они тупо сидят и пушат три линии в попытке, я не знаю, что ли, соперников просто в блокаду какую-то взять. Потому что, ну, серьезно, здесь Саленсер от этого только плюс. У него есть и байбек, и скоро будет рефрешер. Есть избыток 2.200. Уже готовый второй персик имеется. И будет только рецепт. Останется забрать, и все. На этом игра, считайте, выиграна. Смог. Ответный. От Аверии. Могут найти Фаглайфа. Эйс. Фаглайфа сейчас спалят. Блинкаут вовремя. И, да, в итоге здесь не найдут Фаглайфа. По ботаму. Попытка пуша. Торнадо проюзана. Вся команда. Тим Сларк. На ботаме. Вот сейчас 70 человек реально смотрят за тем, как команда с тремя эггисами просто не может зайти на хайграут. Она тупо не может. Потому что боится. Ноль инициаций. Вот как будто ребята действительно не умеют инициировать. Будто вот всю свою жизнь они играют такими статегиями, которые вот просто идут, пушат, дерутся только когда их инициируют. Тут туру ловят, тут туру минусуют. Байбэк у него есть. Нет байбэка только у Хакона. Так. На Торнадо. ОД не поймали. У всех байбэки абсолютно есть. Я не знаю, друзья, о чем вы там спорите в чатике, но у всех есть байбэки. Ну что происходит на карте? Я сейчас в космос реально улечу. Вот 75 человек смотрят за тем, как. Вот на карте 59 минут происходит абсолютно ничего. Ну кто так играет? Ну кто? Следующий Рошан будет через полторы минуты. Вот я не знаю, на самом деле сейчас, наверное, появится новый Рошан, они его заберут и будут дальше заниматься тем же самым. Абсолютно тем же самым. Сейчас действительно будет 100 минут. 100 минут игра и дикий трэш. Я не знаю, может мне просто сейчас молчать, я не знаю, дожидаться того, как что-то произойдет на карте. Но мне тупо уже, ну я не знаю, нечего вам рассказывать, серьезно. Все байбэки имеются абсолютно. О чем вы там спорите в чате? Какие? Просто действительно о чем? Там два диффузала имеются. У Найсталкера и Баланара, ой, Баланара, господи. У Спирита. Которые не были ни разу заюзаны. Вот. Что? Что? У меня просто один что? А эгиса следующего ждем, сыра? Вот. Я не знаю, честно. Вот это игры в духе, я там не знаю. Как будто у нас просто появилась space для качи и давайте мы поиграем в MMORPG. Кто больше голды на фарме, тот победил. Там, я не знаю, в конце поделемся красиво и на этом закончим. Спустя минут 100, наверное. Sunstrike на Рошана есть, это понимают. Аверия. Аверия. Ребят, я действительно не понимаю, о чем вы спорите в комментариях. Два диффузала есть. Все байбеки есть. О чем вы действительно спорите? Да, вот некоторые люди пишут, что был сыр, а ягис, три боковые, и они все равно не могут зайти. Они действительно тусуются на своей половине карты. Вот я не знаю, что должно у них еще появиться, чтобы они наконец-то зашли. Ну окей, очередной агис. Друзья, вот я, наверное, скину Тексасу потом хайлайт этого, этой игры. Вот просто скажу, смотри. Вот, короче, с этой минуты, вот до той минуты, до конца, короче, они будут тупо, короче, забирать агис. И каждый раз они будут этот агис не реализовывать. Абсолютно ноль реализации. Сан-Стайк залетает, но тут поздно слишком. Да, ну, аегис для Алт-Орлда, сыр для земели. 70 человек наблюдают вот за этим. Я вот, не знаю, вот меня радуют диванные аналитики, которые пишут, типа, про 3К, про даунскую аналитику, типа, ну вот серьезно, вот тот человек, который сейчас поливает говном всех в чате, и поливает меня говном. Вот, вот скажи мне, дружище, честно, вот что нужно сделать, чтобы зашли на хайграунд Тим Сларки? Вот, вот что по-твоему мнению должно произойти, чтобы эта игра закончилась? Вот просто скажи. Биопаузу уже просят ребята, нужно отойти в уборную, действительно. Не, знаешь, дружище, я отказываюсь тебя заслушать после этих слов, но, сори, тут норм команда знает, что надо подождать, выловить кого-нибудь и зайти. Я не знаю, кого, по-твоему, они будут ловить, если вся команда стоит на хайграунде 20 минут с лишним. Вот просто объясни мне, чем ты думаешь? Кого они будут ловить по одному? Они уже заходили и в смоках, и с чем только не заходили. Тут реально будто дожидаются уже рапир каких-то, но даже они не спасут. Серьезно? Это как парень и девушка, стесняющиеся подойти к друг другу, хотя после того, как кто-то решится, будет бурная, ну, вы понимаете. Можно порассматривать героев приближения. Это интереснее, чем смотреть эту игру. Да, безусловно. Ждем пока. Камушек наберет 6 слотов. Они на хг заходят. Хг легче дефать, а не пушить. Не надо с его выиграть. Что про... Я не понимаю. Никто ни о чем не спорит. Просто задержка на стриме. О, привет, Тексас. Ну, будешь, короче, монтировать, как 20 минут, даже 30 минут будет проходить ничего на карте. Вот действительно. Ну, пока пауза застыет, друзья, попишите что-то интересное в чатике. Я потом зачитаю, потому что задержка, во-первых. Ну, а во-вторых, нам просто нечего обсуждать уже. Гоу пишет ванскор. Биопауза закончилась. У всех уже нервишки тут, наверное, задают. Когда хайлайт длиннее, чем у меня игра, это перебор. Ну да, ну да. Тут как бы по-другому и не скажешь. БКБ там кто-то прожал. Без БКБ Хинайт Сталкер, господи. Они сейчас будут еще минуту тупить. Да ладно. О, да ладно. Еще минута тупления. Пока у Баланара появится БКБ. Да, с ним катает Эйс, из которой комментатор, если не ошибаюсь. Я сейчас даже проверю. Вконтакт, может быть, дружище ты покажешь. Ну, не знаю. По идее, это кто-то, из которых комментатор. Ладно. Так. Ну, Владмирка. Новый предмет. Тест проиграли уже. По-моему, вот в этой ситуации проиграли мы. Потому что, вот, 75 человек сидят на стриме, наблюдая за тем, как стоит пауза, за тем, как 30 минут ничего не происходит, и за тем, как, я не знаю, ну это просто, вот как будто я попал реально в MMORPG. Тут просто все фармят, все качаются, и всем надо друг друга бокс. Заходят на хайграунд. Неужели? Сразу же хиксуют. QQ получает тонну демеджа. Есть глобал. Хиксуют. Форстафит моментально. Свап. Есть. Нету глобала. Залезают Эйса. Есть БКБ. Хороший камень. По двоим. Рот. Есть. Гвардиана Энжелл. Срезает моментально. Нету Эйгиса. Уже ООД. Кровосток. Отдается. Есть сыр. QQ. Нарезает склева по двоим. Хорошо. Есть Торнадо. Тут три героя стоят в станчике. Неужели? Есть Магнитайз. Погибает. Инвокер. Есть Байбек. Абиселл. Прилетает по Сайленсеру. Нету Абисела. Минус Армор. Прилетает. Ой-ой-ой. Хороший Торнадо. Метеорит плюс Дефандит Бласт. И просто сразу же моментально с... Хорошо. Три минуса есть. Два Вайбека. С Дефандит Бласт. Да, вот забили. Только что троих. Три минуса, друзья. Есть два Вайбека. Они от Дефа или не отдали сторону. Триггер в таверне. Один Вайбекнулся. Это был Оракол. Нет, есть Байбек у Сэна. Есть Байбек у Ода. Я вот честно уже в этом замесе реально поплыл. Я вот ничего просто не сказал вам. Вроде Рашка, вроде Китай. Действительно. Товарищ комментатор, вы надоели. Мы поняли вашу позицию. Незачем об этом постоянно говорить последние 20 минут. Окей. Окей. Больше не буду. Все, давайте, ребята, веселиться по-другому. Как там у нас старый добрый Вилат развлекал публику? Чем он там занимался? Звуки крутил? Или что? Танцевал Барбар Страйзанд, если не ошибаюсь. Да, ребят, ну Форс Эйс, я на самом деле не часто встречал его. Так, подкоп. Мид падает потихонечку. Я не часто встречал этого человека, поэтому не знаю, как читается его никнейм, поэтому уж извините. Форс так Форс. Сразу надо было сказать. Я много раз, конечно, так называл его. В общем, Форс. Все, учли. Ну, смотрите, мид упал. Вау. Тим и Сларки не могут зайти 30 минут, а Аверия без всего зашли моментально просто. Отлично. 25к преимущество, они заходят на хайграунд. Браво. Следующий раш там через 3 минуты будет появляться уже. Ну, я на самом деле не думаю, что даже мега-крипы здесь спасут ситуацию Аверии, потому что здесь нужно только заходить в трон. Есть и Сулина также у Инвокера. БКБшка появляется также и у Саренсера. Да, ну тут, знаете, такие появляются предметы, которые должны были появиться минут 30 назад. Зашли, проверяй. Ну, они не могут зайти, потому что они не умеют заходить. Серьезно, у них нет ничего такого, чтобы... Вот если бы там кто-то... Они вечно, вот знаете, они кучкуются постоянно. Вот если бы там был какой-то хороший станчик, либо вот реально вот инициация была бы от Т или от Свена. Свапают сразу же Свена, просто моментально подкоп. У него есть байбэк, есть фалс-промис. Сразу же глобал кастуется БКБшечка от World Deviver. Как же БС-то он падает. Есть ультимейт. Свен подрубает Сатаник, регенится просто на Хаконе. Ну, у Хакона, по-моему, да, закопался Хакон. Есть ультимейт. ОД, очень мало ХП. Есть Defending Blast. Свен умрет прямо сейчас. Да, Свен падает потихонечку. Есть ЕМП. Погибают четыре героя прямо сейчас. Уходит, по-моему, Баланар, но Айви отдается. Есть три байбэка. Есть три байбэка. Скорее всего, будут они делать эти три байбэка, но у Свена нету ни Абисела, ни ультимейта. Нету, нету Абисела, нету ультимейта. Байбэк есть. Можно дефать как-то с этим демом всем. То же самое у ОД, но у него есть Хекс и у него есть Рефрешер. Дифусалы вторые приобретают себе Найсталкер. Вот это уже что-то интересное на самом-то деле. В трон. Неужели будет в трон? Либо снесут топ. Будут делать миг крипов, скорее всего. Байбэк от СОД, байбэк от СВН и просто моментально уходят. Не попадает с Айленсом. Попадает, точнее, с Айленсом в флаглайф, но есть форстаф моментально. Кью-кью, собьют и телепорт. Ванскору нет, ванскору моментально уходят. Развили на байбэке. Вот на этот раз уже точно камера улетает куда-то далеко. Есть Ice Wall. Бакабешку прорубает флаглайф. Ой-ой, просто все дается в карапасе. Неужели сейчас закопается? Копай, копай, копай. Нет, почему-то не ушел в инвиз. Так, уходит инвокер. Почему-то не ушел в инвиз Хакон, хотя там не было гема, по идее. Комментатор, ты хочешь третью карту? Да я хочу третью карту. Конечно, и этого, в принципе, хватит, но третья карта будет, думаю, кстати. Как-никак, это же красивая дота. Топовая коллектива, друзья. Ну давайте же. Лучшие, лучшие на этом турнире. Без преувеличения. Рошан будет через минутку. 70 минут длится эта карта. 36 на 43. Да, друзья, я вот не знаю, вы, наверное, слишком оптимисты, но это вторая карта всего лишь. У нас еще впереди еще одна. Этот вот уже длится больше, я не знаю, часа 20, наверное. Час, полтора часа точно длится этот вот. 75 человек по-прежнему наблюдают за этой красотой. Ой-ой-ой-ой-ой, Свен, рапирка, неужели решился? Есть рапира у Свена. Последний, йола, шанс у Тим Сларк выиграть эту игру. Если сейчас Свена дается, то... Good Game, нету байбека, 7000 в кармашке. Можно вторую, конечно, купить, но опять-таки байбека 0. Ну, будет заходить. Не спалю пока что рапиру Свен. Это самое главное. Сан-Стайк, да, это непонятно, то куда. Короче, Тексас, ты будешь перелить 20-минутный хайлайт. Мы замучаем их всех. Мы этим хайлайтом всех замучаем просто. Мы будем крутить его перед каждым, каждым стримом, на каждом канале. И на финале, когда будут играть топовые команды, мы скажем, ребят, сейчас будет карта между финалистами, бла-бла-бла-бла-бла-бла, и вот, собственно, хайлайт одной из команд. Прошу к просмотру. 20 минут, и мы с вами встретимся в игре. Ну, а вы пока что понаблюдайте. Отличный комментарий про отношения. Чтобы отношения в скобочках, в кавычках, длились как эта игра. Медленно, спокойно, потом бам экшон и дальше по длительности. Хорошо. Там сбивают Аегис пока что. Oracle без Аегиса. Аегиса уже ноль. Force. Ловит Хекс. БКБ сразу же, моментально, наваливают. Свен здесь же, с рапирой. Готов нарезать по Сайленсеру. Как же молодые маги! Как же молодые маги! Нет, вроде бы скритов нарезает. Есть Lotus Orb. Guardian Angel. Не спасет. Не спасет здесь, безусловно, Квисту. Хотя Квиста вроде бы живет. Есть БКБ. Нарезает по Туттуру. Сзади. Инвокер. Есть у него все. Должны сначала убить ОД. Под Хексом. Бегает. Кью-Кью. Под Носвордом. Есть по-прежнему ГДС. Умирает инвокер. Есть байбек. Хакон. Хакон. Просто всех станет своими карапасами. Но, тем не менее, погибает от этой ситуации. Три в ноль пока что не убили. К сожалению, Свена осталась у него рапира. Но есть два байбека. Винга скоро появится. Неужели? Неужели так долго рожал Кью-Кью и наконец-то все-таки спасет? Это самая елка-рапирка. Байбек. От Люкс Ассина. Байбек от инвокера. По-прежнему ни одна сторона не упала. Развели на байбеке. Уходят обратно. Байбек, Свена, будет через 2,5 минуты. Откуда я знаю, что Кровосток это Айви? Наверное, потому что мы с ним знакомы. Наверное, поэтому. А на самом деле, ребят, Айви это Мэдисон, если что. Поэтому будете знать. Он никогда не дает интервью. Поэтому. И на самом деле, если вы задосите человека, если вы задосите Skype Айви, точнее его айпишник, с которого он сидит, то стрим Мэдисон упадет. Поэтому, друзья, вот он такой инсайт. На самом деле, Айви это Мэдисон. Вот так вот. Теперь будете знать. Я долго проводил исследования, но теперь точно знаю. У меня есть множество доказательств, что Айви это Мэдисон. Он никогда не дает интервью. Он очень редко отвечает в Skype. Так, ну Oracle, господи. Какая минута игры Oracle не имеет ничего. Мне интересно, куда делись все вы? У него должно было что-то быть. Почему не собрать глимер, блин? Я вот не знаю, честно. Вот хороший же предмет глимер, ребят, согласитесь. Отличный предмет. Почему не собрать глимер? Ну, и Свена подсейвить, и сам, если что, выживешь. Почему не собрать глимер? Нет, 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 окей. Ноль глимеров. Еще один башер едет в Потайнуху. Скорее, сейчас будет второй Абисол. Да, у Фаглайфа он появится. Так, он стоит по-прежнему на боте. Чего-то ждут. Ну, обе команды постоят под своей базой. Я не знаю, чего они ожидают. Наверное, Курьера со смоком или что-то такое. Не знаю, не знаю. Летит сюда Найтсталкер с гемом. У него уже должен быть готовый Абисол, судя по всему. Да, Абисол приезжает. Так, ну, залетает первый. Может, Лутус Фарбу юзает. На самом деле, вот... О, Дэк, кстати, взял себе обратку, что самое интересное. Да, мы с обраточкой. Ну, обе команды зарались просто на своем спавне. А Тим Сларки боятся выйти, потому что знают, что соперники в курсе. О, Рапире. Так, но байбэк уже есть. Есть байбэк у Свена, поэтому можно спокойно идти. Если что, на Рапиру хватит. Сейчас пойдет агрессия. Также должен быть байбэк уже у ОД. Да, есть байбэки у команды Дайер. Нету байбэков у Рейзиантов. Инвокер еще 3 минуты будет сидеть без байбэков. Боже мой, друзья, я вот только сейчас допер Мэгдисон и Айви. Господи, вот я сейчас напишу этому человеку, прямо сейчас напишу этому человеку в Твиче, пусть он меня добавляет. Потому что, вот, я не знаю, может быть, кто-то из вас поймет, но Мэгдисон и Айви, ну, друзья, серьезно. Серьезно, Мэгдисон и Айви, ну, вот, может быть, вы додумаетесь, вот загуглите, пожалуйста, я думаю, вам интересную запросы выдаст. На самом деле, друзья, я просто уже выдумываю всякую ересь, чисто потому, что мне, я уже попал от этой игры, серьезно. 77 минут. Длится вот это вот. И за этим наблюдают почти 80 человек. У меня вопрос, зачем? Да, ну, по-прежнему, ничего не происходит на карте, хоть и есть уже у байбек у Свена, есть также байбек у ОД. Самые кор-герои уже готовы, если что, резнуться и моментально прилететь на помощь. Вот как-то дала одна рапира смелость Свену. Ну, вот, пока что все обратно вернулось на прежнее, в прежнее русло, вот, не хотят эти ребята на хайграут, вообще не хотят. Абсолютно отказываются. Так, по QQ, Хек, залетает абсолютно все, глобал есть ли? Да, есть глобал, бэк, а бэк моментально подрубается. Свен, есть Абисал, по Сайленсеру, там пока что драка другая идет чуть дальше. Форс, юзайд, свав, хорош, подкопа двоим. Свен почти погиб, в итоге нанесает Сайленсера без бэк. Бэк, ванскор без бэк, также инвокер, погибает последний у нас нюкс ассин без бэк, а также. Ну и, друзья, похоже, это будет гудгейм, вэлплейт во второй карте, побеждает у нас, судя по всему, Тим Сларки. Да просто в трон идти, просто в трон, зачем нам топ, зачем нам мид, можно просто снести в трон. Давайте, друзья, мы верим в вас. Тим Сларк, судя по всему, побеждает во второй карте, проходит дальше по турнирной сетке. Уже все-таки точно 80-минутная карта, друзья, заканчивается, и мы не увидим третью. Не знаю, к сожалению или к счастью, но, тем не менее, все закончится на серии из двух карт. Гудгейм, вэлплейт, пишет Аквиста, потели, потели, безусловно, ребята из Аверии, но не получилось, к сожалению, зарешала рапира. Немножко потерпели, фейк, ну, собственно, да. Что будет дальше с атаком ванскор, мы не знаем, но квала они проигрывают и вылетают. Увидимся мы завтра уже также на квалификации, друзья. Потерпели, безусловно, Тим Сларк, взяли рапирку, которая дала уверенности, и, в принципе, закончили уверенно вторую карту. Поздравляем, поздравляем, безусловно, команду DAIRS, они 2.0 заканчивают. Ну и, в принципе, друзья, на этом я с вами прощаюсь. До завтра опять-таки подписывайтесь обязательно на мой твиттер и вконтакт, который будет сейчас в чатике. На этом я с вами прощаюсь до завтра опять-таки. Всем удачи и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok